Несмотря на то, что Александра Черно по-прежнему остается полной, часть лишних килограммов действительно ушла, и теперь она стройняшка, по сравнению с тем, что было до. В доказательство своих слов Черно выложила на своей странице фото тех времен, как она только пожаловала на телестройку. Очевидно, что наша героиня действительно постепенно приводит свое тело в порядок, однако это похудение затянулось. Александра призналась, что не хочет торопиться в этом вопросе, ведь потом на теле будет висеть кожа, которая в свое время была растянута жиром. На днях стало известно о том, что помимо Александра Габузова, в периметр реалити-шоу вернули Илью Ябарова. Молодой человек с удовольствием согласился снова стать участником проекта и прибыл на поляну. Вот только внимательные зрители обратили внимание, что по новым правилам в течение недели вернувшиеся герои должны доказать свое право на жизнь в периметре, а значит один из парней уйдет домой на голосование. На сегодняшний день понятно, что именно Габузов задержится на съемочной площадке дольше, чем Ябаров. Очевидно, что Илью вернулись специально для того, чтобы через неделю отправить домой. Стоит отметить, что проектный шансонье не первый раз стремится попасть в периметр, однако продюсеры не заинтересованы его кандидатурой, поэтому приглашают только на подработки, вроде ток-шоу и недельного захода на поляну, чтобы потом его снова выгнать. Интересная новость с сайта Шлок. Что у нас с Леной, кроме волшебства? Саймон поделился. Не могу понять Лену. Изо дня в день, из лобного в лобное. Ксюша Бородина поднимает одну и ту же тему. Что у нас с Леной, кроме волшебства? Все думают, что у нас только волшебство, потому что на самом деле очень сложно притираться. Очень разные мы люди, сложные по характеру. Пытаемся к чему-то прийти, но тяжело получается. Тяжело, потому что нужно воспитывать друг друга. Казалось бы, зачем воспитывать, но по-другому никак. Не знаю, во что это все перерастет. Пока все держится на симпатии и страсти. Были у нас и ругани. Поднимались темы Лены, которые очень сильно меня удивили. Очень она любит ругаться в коллективе, цепляться с Давидом и с Марго. Я пока не могу понять, какие у нее приоритеты, отношения или какие-то общественные движения негативного характера. Алексей Чайчиц признает, что обманным путем заполучил место на новой вилле, где должны жить только новые пары, созданные на острове любви. Он ждет Лизу Трианда Фелиди и уверен, что никто не посмеет лишить райского гнездышка, которое он все это время подготавливал. Тата Блеменкранс готовится к поездке, а возможно даже к переезду в Америку. Паспорт для маленькой Беатрис уже практически готов. В конце февраля Тата идет на собеседование для получения американской визы. Руслан Минаков собирается сделать предложение Надежде, но только в том случае, если их пара победит в конкурсе «Свадьба на миллион». Несмотря на то, что прошло уже немало времени, Гобозову до сих пор припоминают любовную связь с Эрикой Кишевой. Особенно волнует это тех, кто прекрасно осведомлен о половой принадлежности Эрики, которая когда-то была парнем. А Саша не мог не знать об этом, когда вступал с девушкой в половую связь. Сам Гобозов старается даже не вспоминать о постыдной связи и, как видно, боится даже пересекаться с бывшей любовницей, что оказалось только на руку организаторам проекта. Если верить новостям с поляны, грандиозным скандалом закончилась встреча Гобозовой и Кишевой в студии городских квартир. А масло в огонь подлила Ольга Василия Многобозова, которая кинулась в драку, едва увидев, кто появился на съемочной площадке. Пока непонятно, попадет ли эпохальная встреча в эфир. Однако сама Эрика до сих пор в шоке от неадекватной реакции пожилой женщины. Не упустила Кишева случая и засадить Сашу, заявив, что псевдо-альфа-самец выглядит как жирный и опухший хрюндель. Вот что написала сама Эрика. Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск.